Мне очень нравится это колье, я делала уже его обзоры, я рассказывала о том, что все в нем классно, кроме вот этой основы. Она растягивается и за счет этого она цепляет волосы и вырывает их. Ну, по крайней мере, это у меня так, потому что многие написали, что у них тоже такое колье, но им его комфортно носить. Я пересадила вот эту центральную часть на вощеный шнур, какое-то время поносила вот так, но хочется из него все-таки сделать какое-нибудь украшение. Уж очень мне нравится вот эта металлическая трубочка. Я очень люблю сочетание нежного жемчуга с какими-нибудь грубыми металлическими вставками или цепями. Чтобы переход от трубочки к жемчугу смотрелся более гармонично, я взяла вот такие 6-миллиметровые дешевые пластиковые жемчужинки. Их не будет видно в готовом изделии, потому что я закрою их трубочкой. Ну, а теперь я беру красивый натуральный жемчуг, он у меня размером 8 миллиметров, и надеваю его одинаковое количество с обеих сторон от трубочки. Чтобы заранее не высчитывать, какое количество бусин мне понадобится, я просто набираю с каждой стороны по 4 бусины, и делаю это до тех пор, пока у меня не получится нужная мне длина. Ну, а теперь осталось только закрыть кончики и надеть на них карабин. Для этого я беру сначала кримп, а затем протектор. Кончик тросика снова продеваю в протектор, а затем вешаю на него карабинчик. Теперь кончик тросика завожу в кримп и зажимаю этот кримп. После чего кончик тросика прячу в бусины. То же самое делаю со вторым кончиком. Надеваю сначала кримп, а затем протектор. До того, как убрать кончик тросика в кримп, я надеваю удлиняющую цепочку от замка. Ну, а теперь можно убрать кончик тросика в кримп, затем в бусины, и потихонечку вытащить этот кримп из бусин, так, чтобы все бусины замкнулись. Теперь зажимаем кримп, а лишний кончик тросика отрезаем. Вот такое симпатичное колье у нас получилось. Это, кстати, к вопросу о том, как можно осовременить жемчуг, как носить его модно и актуально.